Сегодняшний день в Донецкой Народной Республике объявлен главой ДНР Денисом Пушилиным траурным. Вчерашняя трагедия в центре Донецка потрясла каждого жителя республики. Сегодня в ДНР объявлен траур по убитым вчера в столице республики мирным жителям. 14 марта украинские боевики нанесли удар по центру Донецка тактическим ракетным комплексом «Точка-У». По последним данным погиб 21 человек. Сегодня к месту трагедии дончане весь день несут цветы. Букет алых роз возложил к импровизированному мемориалу и глава ДНР Денис Пушилин. Не остались равнодушными к беде дончан в Севастополе, где со вчерашнего вечера десятки людей направлялись в Комсомольский парк, куда несли цветы и зажигали свечи в память о погибших жителях Донбасса. Разделяют беду и соболезнуют семьям погибших сегодня их артезяне. Мне безумно жалко людей, родственников погибших. Это большое горе. Это горе для каждой семьи. Это горе для нашего государства. Я хочу выразить свои соболезнования глубочайшим семьям погибших людей. Люди находились, по их мнению, в безопасном месте. И никто не ожидал, что в такой ситуации, в самом тихом районе Донецка, может произойти такое горе. Очень страшно вообще все то, что происходит вокруг. А страшнее того, что от этого страдают мирные жители и дети. Хочу передать свои самые большие соболезнования всем родным и близким погибших людей. Очень жалко их. Чем помочь в такой ситуации, к сожалению, ну ничем не поможешь. Страшное у нас сейчас время. Будем надеяться, что когда-то в ближайшее время это все закончится, перестанут гибнуть люди. По последним данным, в результате ракетной атаки пострадало 37 человек. За их жизни сегодня сражаются медики ДНР. Чудом остались в живых те, кому повезло за секунду до трагедии свернуть за угол или зайти в помещение. Многие переживали за судьбу 10-летнего мальчика, который за несколько секунд до взрыва устремился к входу в банк, где в это время находилась его бабушка. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Рядом падают люди, сраженные осколками. Кирилла отчасти спасла металлическая дверь, которая приняла на себя основной удар. Он получил ранение, но сегодня его жизни ничего не угрожает. Выросший на войне мальчишка сохраняет завидное самообладание. Сегодня многие жители республики, активные пользователи интернета, желают в соцсетях всем выжившим скорейшего восстановления. Такие же пожелания звучали сегодня и на улицах Харциска. Хочу пожелать выздоровления всем тем, кто находится сейчас в больнице, раненым. Им сейчас очень тяжело. Хотелось бы пожелать этим людям скорейшего выздоровления, сил побольше, и чтобы в дальнейшем таких ситуаций больше не происходило. Мирного неба всем жителям и всего самого наилучшего. Пострадавшим я хочу пожелать скорейшего выздоровления, и чтобы все у них было хорошо. Терпение, самое главное терпение и сил. Тем, кто пострадал, скорейшего выздоровления.